Мы живем во время быстро растущего техногенного времени, где главным критерием является скорость, качество, защита и информация. Информационный мир – это наше будущее. И те, кто сейчас уже используют данные технологии и совмещают их со своим бизнесом, поседневной жизнью или обучают других наукам пользования, эти люди многократно выигрывают. Возможно, вы сами слышали о новоиспеченных миллионерах из криптоиндустрии. Ими зачастую становятся обычные люди, которые просто раньше изучили современные возможности криптотехнологии. Давайте окунемся в эту историю. Это достаточно молодое направление, длиною чуть больше 13 лет. Оно прошло интересный путь, начиная от создания первого блокчейна и системы децентрализации до многомиллиардной индустрии с множеством современных разработок и множеством вовлеченных в эту деятельность корпораций. Под эту нишу подгоняют законодательную базу многих государств. И для нового поколения людей подобные децентрализованные цифровые технологии становятся привычными, как для многих людей стал привычным сотовые телефоны. В каких сферах жизни нас ждут изменения и переход на цифровую тенденцию? Сейчас подавляющее большинство блокчейн-продуктов ориентированы на финансовый сектор. Но уже в дальнейшем технологии будут активно применяться в логистике, в медицине, в сфере развлечения, игры метавселенные, в торговле, в государственном управлении, это реестр землевладельцев и удаленное голосование и другое. Что еще больше ускорит рост блокоперизации. На самом деле, криптовалюта это уже далеко не будущее. Это настоящее. Как говорится, если революцию невозможно предотвратить, ее необходимо возглавить. Возможно, для тебя некоторые слова кажутся новыми и непонятными. Поэтому пробежимся по базовым понятиям криптотерминов. Что такое блокчейн? Простыми словами, это журнал с записями. И этот журнал хранится возле сети или ноди. Блокчейн выполняет функцию подтверждения всех новых записей предыдущими. Что такое децентрализованный сервис и чем отличается он от централизованного? Централизованный сервис – это когда информация хранится в одном центре. И если что-то происходит с этим центром, то информация может быть навсегда потеряна. Другими словами, имеется множество рисков потери изменения информации. При децентрализованной системе это сделать невозможно, так как подобных центров существует множественное количество, и они информационно взаимодействуют между собой. Тем больше узлов в сети, тем надежнее журнал записей защищен. По данному принципу, любая новая запись, например, транзакции, синхронизируется со всеми остальными узлами, тем самым подтверждается и остается в журнале записей навсегда. Первый пример истории учетных децентрализованных записей продемонстрировал биткоин в 2008 году, подтверждая транзакции со всего мира действующими узлами, и записывая их в блоки. Отсюда и название блокчейн. Размер одного блока биткоина весит в среднем 2 мегабайта. Блоки хранятся в узлах сетей. Нода биткоин весит плюс-минус 500 гигабайт, и размер постоянно растет, вследствие чего затрат на хранение требуется все больше и больше. Для подобной системы узлов, как биткоин, необходимо потребление огромного количества электроэнергии и мощного оборудования, способного обрабатывать все эти данные. Именно поэтому эволюция требовала новых решений. Блокчейн второго поколения – это эфириум. Узел сети эфириум весит в 4 раза меньше своего соплеменника биткоина. Эфириум, помимо имеющихся журналов записи, принес новый функционал смарт-контракта. Так что такое смарт-контракт? Это контракт цифрового формата с четко прописанными условиями, исключающие третью сторону, контролирующие выполнение условий, так как все условия прописываются в виде цифрового кода в системе блокчейн и не могут быть нарушены или переписаны. Такая система сама является гарантом соблюдений условий. Благодаря чему смарт-контракт наследует два главных принципа – это неизменность и децентрализация. Именно поэтому данный принцип является сверхнадежным и менее затратным. Также эфириум является платформой для различных схем заработка. Другими словами, на технологии эфириум пишутся новые коины различных стартапов, используя принцип умного контракта. На сайте CoinMarketCap, отображающего всю информацию и характеристики по всевозможным коинам, можно найти несколько тысяч различных действующих и так выходящих на рынок криптовалют. Большинство из них созданы по технологии эфириум, что сделало эту технологию второй по популярности. В настоящее время существует более 20 с нуля написанных блокчейн-алгоритмов, отличных друг от друга, каждый из которых несет свою идею решений современных цифровых задач. И эти направления уникальны в своих функциях. Мы их условно можем разделить на 5 поколений. Блокчейн первого поколения включила в себя первую валюту, такую как биткоин, на основе консенсуса Proof of Work – доказательства работы. Второе поколение блокчейн более разнородно, основано на использовании токенов на базе строения эфириум с использованием смарт-контрактов. Третье поколение блокчейн включает в себя более расширенные возможности и новые решения масштабирования и более лучшие показатели скорости транзакций, добилась использования нового консенсуса Proof of Stake. Четвертое поколение блокчейн включает лучшие возможности третьего поколения, более быстрый консенсус, сверхбыстрые подтверждения транзакций и так далее. И, наконец, поколение пятое – это система Relictum. Каждая новая сеть включает в себя все функции предыдущего блокчейна, наряду с революционными новшествами, исходя из современных задач. Какова же эволюция блокчейн? Давайте наглядно проведем сравнение. С помощью таблицы мы приведем пример ярких представителей пяти поколений, где основными критериями для примера будут размер блока, количество транзакций и скорость заполнения узлов. Представляю вашему вниманию пятое поколение блокчейн Relictum. Relictum – это легко масштабируемый, гиперсовременный, децентрализованный с расчетом на дальнее будущее блокчейн нового поколения, имеющий самое широкое применение в различных областях – государственного сектора, для банковской системы, для частного бизнеса, а также для физических лиц. Обладая явными отличительными способностями и преимуществом. Пропускная способность сети – более миллион транзакций в секунду. Размер одного блока – 120 байт, что в 8000 раз меньше размера блока биткоин. Скорость заполнения всей сети блоками в каждом узле занимает от 0,5 до 1 секунды. Безопасность, надежность устойчивой сети обеспечена изолированностью от общего сегмента сети интернет, где в качестве транспорта мы используем новый тип сети гипернет и новейшую систему шифрования данных с распределенным хранилищем. Число возможных новых встраиваемых смарт-контрактов не ограничено по количеству и времени. Возможность интеграции в эту систему Relictum сторонних систем учета и документирования с учетом своего интереса прописанного смарт-контракта. Сверхдешевые транзакции внутри сети Relictum, дающие возможность переводить любые токены, как, к примеру, биткоин или эфириум или BNB и другие, благодаря технологии обертывания внутри собственного блокчейна. Благодаря команде специалистов и новой технологии удалось решить такие проблемы, как использование криптовалюты в качестве надежного платежного инструмента, возможность быстрой и простой масштабируемости. Вся технология мобильна, не энергозатратна и удобна, интуитивно понятна и комфортна для использования. Исключена проблема атаки 51, так как каждая транзакция имеет свой индификатор. Один блок, одна транзакция. В децентрализованном хранилище Relictum Storage хранящиеся файлы кодируются и разбиваются для хранения на различные узлы и ноды. Таким образом исключен момент потери или утечки информации. Платформа может быть использована для новейших электронных и компьютерных технологий, в том числе квантовых компьютеров. Блокчейн – это цепочка блоков, а Relictum Pro – это система формирования событий, имеющая кроме самих цепочек блоков, еще и динамичные блоки. Это существенно расширяет возможности и вывозит на другой уровень математического аппарата, а также позволяет создать не только однородные модели цепочек, но и двухмерные, и даже трехмерные, и четырехмерные модели формирования событий. Relictum Pro – это полноценная блокчейн-платформа, способная работать как в приватном, так и в публичном доступе для государственных, коммерческих, частных видов деятельности. Компания Relictum Solutions – это организация, которая занимается разработкой в сфере информационных технологий и программного обеспечения. Кстати, более 50 программистов и сотрудников. Проект Relictum Pro был запущен в 2019 году, на разработку технологии ушло более трех лет, а основная сеть была запущена в 2020 году. Зарегистрирована компания в Сингапуре. Relictum Pro – это блокчейн первого уровня, который разработан с нуля и не является форком. Самой главной особенностью Relictum Pro является то, что по факту это первый реализованный блокчейн на смартфоне. Relictum Nod возможно установить на любое устройство, такие как планшет, ноутбук или компьютер, на любой смартфон, использующий как Android, так и iOS технологии. Основной принцип – это использование смартфона или иного носителя в качестве узлов сети, благодаря функции нода. Другими словами, Relictum Nod – это мультиприложение все в одном. Это узел для передачи и хранения данных, плюс это кошелек для криптовалют, плюс это ключ доступа ко всем продуктам экосистемы Relictum. Таким как персональный цифровой сейф, платежная система, стартап-акселератор Launchpad, сервис конструктирования смарт-контрактов или токенов, сервис для создания NFT, мессенджер, игровые направления и децентрализованная биржа DEX, децентрализованный обменник SWAP и другое. Особое внимание уделю бирже Relictum DEX. Главным отличием от централизованных бирж является отсутствие верификации личности и автоматические продажи. Но у DEX биржи, к примеру, Uniswap, огромные комиссии за сделки. Relictum решает эти задачи, делая свою DEX биржу удобной по функционалу с минимальными комиссиями. Relictum DEX биржа открывает доступ к более 500 парам цифровых активов. DEX биржи и DEX хранилища – это единственное решение для сохранности своих активов. Событие февраля 2022 года показало, что большинство лежащих активов на централизованных счетах подверглись блокировке. Relictum как сервис имеет дополнительный функционал для различных финансовых операций. Relictum Finance – это эмиссионный центр, оборот любой криптовалюты на внешние источники и, наоборот, с использованием собственного стейблкоина USDR. Relictum Swap – это P2P-обменник любой криптовалюты с возможностью мгновенных свопов и пулами ликвидности для получения дохода от фарминга. Relictum Wallet – децентрализованный кошелек – это надежное хранилище токенов, моментальные транзакции и скоростные покупки криптовалюты на децентрализованные биржи DEX и SWAP. Relictum Bridge – трансфер транзакций между всеми блокчейнами через уникальный протокол моста. Система Оракулов для взаимодействия с другими блокчейнами. Relictum NFT – подтверждение авторских прав. Marketplace NFT – собственным уникальным протоколом NFT-токенов для выпуска и торговли невзаимозаменяемых токенов. Теперь каждый желающий может за собой закрепить право первообладателя своими картинками, фотографиями, любой интеллектуальной собственности и в дальнейшем чего угодно. Но главное – получать с каждой продажи доход. Relictum Games – глобальная игровая блокчейн-платформа, вмещающая в себя целый сегмент быстрорастущего игрового рынка. На платформе разработчики реализовали собственную экосистему, решающую различные задачи и имеющую в своем арсенале децентрализованную биржу. А также различные собственные цифровые продукты и услуги. И площадку для сторонних стартап-проектов с объединяющим названием Relictum Lab. Relictum Laboratory – это стартап-акселератор нового поколения, целью которого является поиск новых проектов-единорогов. Это миллионные быстрорастущие проекты и запуска их на основе протокола Relictum Pro. Акселератор создан по принципу взаимовыгоды. Стартапы на выходе получают идеальный продукт, репутацию, наставников и инвестиции. Одержатели токенов – качественный криптопортфель из новых токенизированных активов, за которыми стоят востребованные продукты, результативные бизнес-модели и надежная команда. Предусмотрена возможность самим ставить бизнес на площадку, закладывая свой процент доходности в смарт-контракт, тем самым получая свой процент от деятельности нового стартапа на площадке. Бизнес с криптоактивами мало чем отличается от привычного бизнеса, разве что с сверхдинамичным ростом прибыли. Принцип тот же – покупай дешевле, продавай дороже. Поэтому у участников Relictum Lab всегда имеется приоритет рассмотреть покупки криптоактивов в различных стартапах на ранней стадии развития. К примеру, как на известных площадках вроде CoinList. Она также распределяет токены на ранних этапах, только попасть в нее на пресейл могут лишь единицы из тысячи желающих. Но зато какие проценты получают счастливчики? К примеру, ICO Solana на CoinList 24 марта 2020 года, coin одной Solana равен 22 центам. Сейчас это примерно 100 или 200 долларов. А Relictum Lab дает возможность уже сейчас стать привилегированным пользователем. Важно понять, что лисинг корневой монеты GTN уже анонсирован на 3 квартал 2022 года на бирже L-Bank. Процесс уже запущен, лисинг-процесс непростой, но после первой биржи последующие включаются гораздо быстрее. Эта возможность подобна покупке биткоина на ранней стадии, когда цена еще приемлема. Логично, что с ростом популярности данной экосистемы блокчейн, цена на монету DPN будет динамично расти вверх и спокойно может дать десятки киксов. Впоследствии компания будет отправлять на лисинг монеты новых стартапов, стоящих на площадке Relictum Laboratory. И все это всего лишь маленькая часть экосистемы Relictum. Внимание! Очень важно сохранить 4 значения. Это логин и пароль от аккаунта, свой приват-ключ в виде цифр, букв и символов и пин-код от ноды. Так как доступ к своим данным возможен только по личному ключу, который при утрате невозможно в дальнейшем восстановить. Характеристики, которые необходимо знать о GTN. Эмиссия GTN 10 миллиардов. По идеологии компании это символизирует, что каждому жителю планеты по одной монете. Распределение GTN токенов 50 на 50 инвесторам и разработчикам SEO, из которых 12% адвайзерам и 38% основным разработчикам. Цена GTN токена определяется рынком. Язык программирования Delphi, самый базовый и защищенный. Экономическая модель блокчейн-сети включает в себя 4 типа монет. Генезис токен – это аналог цифровых акций, обернутые монеты. Вы один раз ввели, к примеру, биткоин в систему и легко можете ввести деятельность без потери на комиссии. Стейбл коин, USDR и NFT токен. У каждой свои назначения и происхождение. Используется инновационный консенсус, доказательство, proof of царь. Консенсус работает за счет рандомной выборки царя, каждые 0,5 секунды. Это решает главную проблему уязвимости. После обработки главная нода царь раздает блоки генералам, а они дальше всем по цепочке. И самое вкусное – наша доходная часть. Помимо функции лифинг любых из монет, их полная или частичная продажа на биржах, а также холдинг – держание монет и получение прибыли от долгосрочного роста и конечной продажи, существует стейкинг – это доказательство доли владения. Доходность от стейкинга зависит от суммы токенов GTN и срока удержания их в режиме стейкинга. Это 100% доходности всей компании, а именно со всех проектов компании. Доход распределяется между держателями GTN монет, которые их разместили на стейкинг. В ближайшем будущем ожидается создание стейкинг пулов для получения максимальной доходности даже с незначительной суммой монет. Фарминг, фермерство – это процесс начисления токенов в виде вознаграждения за предоставление ликвидности проекту путем размещения определенной пары токенов в пуле. В ближайшее время будет реализовано в Relictum Swap обменнике. Продажа памяти на диске – это функция белой ноды. Владелец белой ноды получает вознаграждение раз в год за предоставленную память жесткого диска для пользования хранения файлов в сети. Основные условия – это работа белой ноды 24 на 7, 365 дней в году. Рекомендуемые характеристики для белой ноды. Различия между нодами по объему памяти. Серая нода занимает 200 мегабайт, для этого подходит любое устройство. А белая нода – неограниченное количество памяти, имеет требования по железу и вознаграждается. Возможность закладывать свой пожизненный процент в любые привлеченные стартапы по принципу смарт-контрактов без участия третьих лиц. А также любой желающий может организовать свой бизнес на платформе Relictum, где каждый из участников его сможет прописать в смарт-контракте свою пожизненную доходность и условия. Это послужит гарантией и собильностью в сотрудничестве. И самое главное – получение доходности от реализации токенов стартапов на площадке Relictum Lab. Решая проблемы существующих платформ и обладая самыми прогрессивными параметрами, Relictum Blockchain способен решать задачи в масштабах мировой экономики, делая нашу жизнь более простой, комфортной и безопасной, а процессы честными и прозрачными. О возможности участия и поддержки данной блокчейн-системы с помощью приобретения GTM-токена или токенов стартапов спросите ссылку у человека, показавшего вам это видео. А также для популяризации и своевременного информирования подпишитесь на официальный канал компании и оставьте там свой комментарий. Relictum ecosystem – безграничный спектр возможностей блокчейна нового поколения.